Девушки отдыхают А вот действием родителей, скорее всего, будет дана более негативная оценка О других не менее важных и резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса В эфире новости по будням Здравствуйте! Ну а прямо сейчас вас ждут короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов Очередная трагедия на дороге В Зиминском районе столкнулись легковушка и большой груз В результате аварии один человек погиб В начале выпуска вас ждут все подробности инцидента, который произошел на федеральной трассе Сибирь Сибирский бизнес получил таможенные льготы почти на 3 миллиарда рублей с начала 2022 года Кроме того, в Привайкале заработала система параллельного импорта Что это значит, а также как отражается на предпринимателях и покупателях, разбираемся в программе В программе расскажем о новом законопроекте, который внесли в Госдуму Он направлен в защиту русского языка от чрезмерных заимствований Что подразумевает под собой это предложение и как это повлияет на жителей Иркутской области Вы узнаете через несколько минут И теперь о событиях дня подробнее Опасные маневры привел к трагедии В Зиминском районе на трассе Сибирь столкнулись грузовик и легковой автомобиль Все произошло недалеко от села Перевоз По предварительной информации водитель черной иномарки двигался из Красноярска в Иркутск В какой-то момент автомобилист пошел на обгон большегруза Однако водитель не убедился в безопасности своего маневра И оказавшись на встречной полосе, увидел другой грузовик Уйти от лобового столкновения не было шансов В результате сильнейшего удара водитель иномарки получил различные травмы Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего в больницу Саянска К сожалению, спасти мужчину не удалось Он скончался в медучреждении Шофер больше груза не пострадал Я ехал с Владивостока на Красноярск Со стороны Красноярска на Иркутск шла БМВ Ну, фура мне навстречу шла Тоже тунтована или РЭФ Я даже не обратил внимания Вот Только мы поравнялись головами Из-за фуры выскочила вот БМВ Мне прям в лоб В БМВ сколько человек находилось? Ну, говорят, один Водителям на дорогах региона по-прежнему стоит быть внимательными Потому что, например, количество фур на трассах меньше не стало Даже несмотря на, казалось бы, непростые экономические реалии в стране и в Иркутской области Тему продолжит Олег Федоров Правило хорошего тона, когда владелец сам проверяет расстановку товара и удобство покупателей Наталья Вагель и ее магазин спортивных товаров, можно сказать, отмечают новоселье Хотя времени радоваться нет Ведь в бизнесе Натальи много нюансов Большинство появились с недавнего времени Например, гимнастические купальники, в которых использовались итальянские ткани Теперь приходится делать исключительно из отечественных Да и открыть новый павильон быстро не получилось Обратилась я за помощью в кредитовании бизнеса на расширение пойти И оказалось, потребительский кредит намного проще и выгоднее взять, чем обычный для бизнеса кредит Было очень много проверки документов И процент, кстати, выше, чем у обычного кредитования Ну мне дали, но с этим много прошло времени Хотя со времени начала санкционного давления на нашу экономику Федеральное правительство и таможня выработали ряд мер, чтобы упростить жизнь малому и среднему бизнесу Так, таможенные льготы позволили сохранить сибирским импортерам почти 3 миллиарда рублей Были обнулены пошлины на основные группы товаров Например, фрукты и овощи Существенно сократилось время на таможенные операции Сегодня средний срок выпуска товаров категории «без риска» составляет всего полчаса Поэтому дефицита товаров в регионе не наблюдается У нас, допустим, происходит рост по продовольствию из Узбекистана Поэтому мы плотно общаемся и с администрациями субъектов И приходим к выводу, что никакого дефицита нет И те меры, которые на сегодняшний день приняты по сокращению сроков совершения таможенных операций Позволили более быстро, оперативно насытить внутренние рынки продовольствием Продовольствия и товары под известными брендами Бизнесмены при Байкале также могут ввозить без уплаты лицензионных платежей И без разрешения правообладателей Так работает параллельный импорт Общая сумма таких товаров на сегодня уже перевалила отметку в 11 миллионов долларов Но цены, тем не менее, прежними не остались Подорожание в среднем на товарную группу Я называю это потребительской инфляцией Конечно, произошло На данный момент процентов на 50 Должно быть на 30% дороже Но меня удивляет другое Подорожали товары не импортные Параллельный импорт я приветствую в двух вещах Только то, что необходимо Прежде всего, это определенные категории лекарственных препаратов И что касается запасных частей, скажем, для критического оборудования Ну, критическое оборудование касается, скажем, у нас нефтегазового оборудования В любом случае, новая экономическая реальность идет И, возможно, это лишь явление начального порядка Олег Федоров, Виктор Черкашин, Новости по будням Стремительно меняется ситуация и на рынке занятости в Иркутской области Специалисты онлайн-рекрутинга ХХРУ отмечают увеличение спроса на временных работников Он вырос почти вдвое за октябрь по сравнению с сентябрем 2022-го Не в последнюю очередь это связано с частичной мобилизацией Согласно постановлению правительства России Трудовые договоры работников, которых мобилизовали, будут приостановлены Но расторгать их не будут и рабочее место сохранится за призванным сотрудником Но сейчас, во время отсутствия рабочей силы, как раз и активизировались предложения о занятости на ограниченный срок По данным интернет-платформы, сегодня предложения временной занятости в Прибайкале составляют почти 7% от всех вакансий Абсолютным лидером по востребованности сейчас являются курьеры На них приходится 15% от всех предложений на рынке труда Далее с двукратным отставанием идут менеджеры по продажам Также востребованы упаковщики, водители, продавцы, операторы колл-центров Замыкают топ-10 вакансий на временную занятость учителя, врачи и программисты Скоро может усложниться жизнь специалистов в различных сферах В Государственную Думу внесли законопроект о защите русского языка от чрезмерных заимствований Проект предполагает ограничить использование иностранных слов за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке А допустимые к употреблению заимствования предлагается закрепить в нормативных словарях Рассчитывается, что принятие поправок позволит повысить уровень грамотности людей в стране А также обеспечить соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка Сейчас предложение находится на стадии внесения, впереди проект, ждет предварительное рассмотрение и при положительном решении другие процедуры Если инициативу все-таки поддержат, она вступит в силу с 1 января 2025 года Само собой, такое предложение уже вызвало общественные споры Как к этому относятся специалисты из Иркутской области, мы решили выяснить в рубрике «Мнение экспертов» Позиция радиоведущей, лингвиста и поэта ждет вас далее Для меня это инициатива для поэтов не новая далеко, как и для всех остальных Потому что еще во времена Пушкина были такие инициативы, различные реформы русского языка Которые боролись против заимствований в те времена из французского И мы помним, да, из Евгения Онегина Но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет На самом деле русский язык, он потому такой прекрасный и богатый Потому что он выбирает в себя все, что ему нужно, а все, что не нужно, со временем из него уходит Конечно, на переводе отразится, он станет сложнее сначала Потому что там, где привыкли кальками лепить, придется использовать какое-то слово Наверное, оно будет все-таки из ресурсов русского языка составлено Это уже сложнее Дров много наломано будет Может быть, много даже будет порезано того, что уже прижилось настолько, что... Ну тогда с мясом, что называется, это вырежется Могут появиться такие издержки Какое-то слово выкинули, допустим А потом оказалось, что без этого слова очень трудно какую-то техническую документацию переоформить Попробуй-ка выработать синоним на русском языке Это ведь сходу вот таким вот простым напором воли Политической или интеллектуальной не сделаешь В нашу речь приходят те слова, которые заменить русскими аналогами можно Но, скорее всего, это будет не одно русское слово В нашу речь приходят новые понятия Вместе с ними приходят слова, которые их обозначают Сегодня я подумала о том, как можно заменить слово, которое, кажется, давно уже к нему мы привыкли Там, ну, условно, компьютер, да? Ну, к примеру, ну как? Электронная вычислительная машина Не то, да? Смыслово все равно не то И таких примеров масса Поэтому, мне кажется, ситуация такая, которая требует очень взвешенного подхода И, правда, всегда посередине И, мне кажется, язык он всегда отрегулирует себя сам А вот кто сам себя отремонтировать не сможет, так это городские улицы и общественное пространство Поэтому ежегодно над определенным списком проблемных мест трудятся дорожные службы Потом объект принимают и ставят ему оценку Накануне как раз такое мероприятие прошло на улице Волгоградской Там завершился ремонт 600 метров асфальта и тротуара Кроме того, там впервые появилась ливневка Сделали переустройство уличного освещения А центр города горожане проверяли вместе с мэрией Улица Карла Маркса в этом году также преобразилась По обеим сторонам появилась гранитная плитка, обрамлюдные клумбы А также были высажены новые деревья впервые с 70-х годов Более того, на улице установили новые фонари под старину Тем не менее, кое-где в городе работы еще ведутся А именно в сквере Прогресс и в Паде Долгой Сдать эти объекты планируют в ноябре А вот в Братске работы по модернизации в самом разгаре На ГЭС в северной столице Иркутской области Заменили уже 14-й по счету гидроагрегат Металлическую конструкцию доставили из города Сызрань Почему именно там изготавливали рабочее колесо И какие у него есть преимущества перед своими предшественниками Расскажем прямо сейчас Чтобы этот 73-тонный гигант оказался на своем месте У специалистов Братской ГЭС ушло несколько часов Теперь еще в одном гидроагрегате станции стоит новое рабочее колесо По сути, это двигатель, который помогает вырабатывать электроэнергию Колесо изготовили по спецзаказу на заводе Тяжмаш в Сызране И оно соответствует всем современным требованиям Измененная форма лопасти и сплав хрома, стали и никеля Позволяют улучшить работу ГЭС сразу по нескольким направлениям У нас как повысилась и эффективная работа станции, так и надежная работа гидроагрегатов Замена этого колеса на Братской ГЭС Это лишь малая часть системного обновления, которое проходит на станции Обновят все 18 гидроагрегатов Масштабную реновацию российский энергохолдинг «Эн Плюс Групп» Проводит в рамках программы модернизации «Новая энергия» Это ключевой для компании инвестиционный проект стоимостью более 20 миллиардов рублей Его разработали и запустили по инициативе основателя холдинга Олега Дерипаски Обновление оборудования идет также на Иркутской, Устилимской и Красноярской ГЭС Все это позволит не только повысить мощность станций, их надежность, но и сам процесс выработки электроэнергии Сделает еще более экологичным Программа призвана повысить надежность оборудования Все-таки оборудование работает под серьезными нагрузками И необходимость замены на новое уже подошла Используя схожий объем воды Мы на наших ГЭС начинаем производить большее количество электроэнергии Которая является экологически чистой, безуглеродной И, собственно, не требует строительства новых объектов генерации Этот же обновленный гидроагрегат уже 14-й по счету на Братской ГЭС Его запустят к концу этого года Ну а полностью завершить все работы по модернизации на станции планируют до 2026 года Данил Седов, новости по будням Уже сейчас в Братске проводят уникальные операции С августа в северной столице региона проводят так называемые тромбоэкстракции Эта процедура позволяет удалять из сосудов тромбы после инсульта Кто первым начал практиковать данный вид хирургического вмешательства И каковы первые результаты применения технологии, узнаете далее Вот эта зона авоскулярная, здесь нет никаких сосудов Кровоток туда не проходит И головной мозг начинает потихоньку умирать Здесь как раз на снимке мы видим на ангиографии Закупорку среднемозговой артерии слева За этими сложными медицинскими терминами стоят человеческие жизни Каждый день спасает их Александр Горохов Мужчина родился в Самаре, там же выучился на эндоваскулярного хирурга Затем работал в кардиодиспансере Не так давно специалист в Санкт-Петербурге освоил современную методику тромбоэкстракции Если простым языком, ее суть в том, чтобы удалить из сосудов тромбы после инсульта Уникальная операция, поскольку она позволяет быстро восстановить кровоток сосудов головного мозга Сосуды, они извитые достаточно, поэтому используют специализированные катетеры Мягкие, с гидрофильным покрытием, чтобы они хорошо скользили внутри сосудов Через двухмиллиметровый просвет мы раскрываем стенд-ретривер Стенд-ретривер вообще в сложном состоянии Занимает меньше 0,5 миллиметра Захватываем тромб и с помощью вот этого сперсионного катетера насаживаем Вместе с стенд-ретривером полностью удаляем Первую тромбоэкстракцию в Братске провели в августе А за два месяца уже успешно прооперировали 6 человек в возрасте от 55 до 80 лет Среди них Анжелика Александровна Женщина вспоминает, что приступ случился неожиданно Пропала речь, перестали шевелиться рука и нога Благо муж был рядом и сразу вызвал скорую Я не знала абсолютно, что со мной происходит Что их куда везут Операцию провели быстро, чувствовала себя хорошо Большое спасибо врачам, очень рада До и после операции пациентов наблюдает невролог А после выписки направляет их на курс реабилитации По словам специалистов, использование такой технологии позволит проводить в кардиохирургическом центре до 50 тромбоэкстракций в год Все, само собой, бесплатно Достаточно хорошо переносится эта операция Бывают осложнения, но они достаточно редко возникают Это всегда связано с сопутствующими заболеваниями, в которые поступает пациент В целом динамика положительная и все пациенты, которые у нас были, они все ушли на своих ногах То есть поступали они с порезом, с параличом Все они были выписаны, которые уходили сами самостоятельно Ну а чтобы рассчитывать на счастливый исход, самим людям и их близким стоит быть особенно внимательными Если у человека резко закружилась голова, опустился уголок рта, изменилась речь и отказывают руки и ноги, то нужно немедленно вызывать скорую Ведь ту же тромбоэкстракцию возможно провести лишь в течение 6 часов после инсульта Павел Желудев, новости по будням Современные технологии делают медицину все более доступной и эффективной А какие еще направления в заботе о человеческом здоровье сейчас в Центре внимания специалистов, узнаете в рубрике «Ценный выбор» Увидеть будущее отечественной науки позволила Всероссийская конференция «Фундаментальные прикладные аспекты в медицине и биологии» Мероприятие стартовало в Иркутске в научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека Два дня молодые ученые из разных городов страны от Москвы до Владивостока будут обмениваться научным и практическим опытом Среди наших участников есть и кандидаты наук, есть аспиранты, вот как я сказала уже есть студенты Ну и просто гости, которые придут посмотреть, чтобы научиться представлять свои будущие исследования на широкой аудитории Из 60 спикеров конференции жюри выберет лучших Их работы опубликуют в авторитетных изданиях, а это путь в большую науку Многие доклады, которые сегодня будут представлены, они заинтересовали даже ведущих ученых Поэтому вот те коллаборации, которые сейчас возникают среди российских ученых, молодых ученых, они важны для того, чтобы достичь импортозамещения Цель конференции – показать молодым специалистам, что научная работа – это престижно и перспективно Ольга Данильчик, Ольга Полянская, Павел Рютин. Новости по будням Завершили сезон и подвели итоги. Волонтеры эко-десанта провели заключительные акции по сбору мусора на Байкале В результате более 4 тонн отходов покинули территорию вблизи озера и отправились на переработку Большая часть выездов волонтеров была сосредоточена в Ольхонском районе Однако один раз за сезон эко-активисты отправлялись на очистку от мусора сразу нескольких поселков Бурятии, которые находятся близко к Байкалу Их жителям предлагалось сортировать металл, стекло, макулатуру, пластик и другие отходы, вместо того, чтобы выбрасывать в торсырье на свалку Все накопленное раз в два месяца забирали волонтеры Они вручную сортировали и отправляли мусор на переработку Больше всего эко-десантникам удалось собрать макулатуру и стекла Общий вес этих фракций составил более 3,5 тонн Ну а сразу после короткой рекламы расскажем об успехах спортсменов региона А еще о том, когда в Иркутск придет новогоднее настроение и кто в нашем регионе разводит экзотических пернатых Женский волейбольный клуб «Локомотив Ангара» начал сезон с поражения В первом туре чемпионата России среди команд высшей лиги Б иркутские девушки отправились в Южно-Сахалинск Там в рамках первого тура они провели 5 игр и не смогли победить ни в одной Впереди у коллектива из столицы Прибайкария выезд в Куйбышев О других спортивных новостях региона расскажем далее Виктор Кудрявцев и Никита Пошинов завоевали золотые медали всероссийских соревнований по греко-римской борьбе в Тюмени Молодые люди выступали в весовых категориях 85 и 110 килограммов соответственно Кроме этих спортсменов на турнире смогли отличиться Андрей Жданов, Илья Васильев и Иван Капустин Они стали обладателями бронзовых наград Второе место на чемпионате России поездовому спорту в бесснежных дисциплинах занял Максим Ширгин Турнир состоялся в Волгоградской области, а хороженец Саянска выступал в дисциплине кросс с одной собакой Соревнования прошли в два этапа, в каждом из которых спортсмены преодолевали дистанцию в 3 километра и 680 метров В итоге молодой человек завоевал бронзу, уступив только представителю Хабаровского края Уступили московской роне баскетболисты Иркута В пятой игре суперлиги оранжево-черные встретились со столичным коллективом на их паркете Уже после первой четверти стало ясно, что хозяева не настроены отдавать очки сопернику и добились отрывов в 17 очков Дальнейшим преимуществом москвичей только нарастало Коллектив из столицы Прибайкалия пытался навязать борьбу, но тщетно Итоговый результат 107-85 Анастасия Смирнова, Данил Седов, новости по будням А творческий коллектив Иркутского театрального училища тем временем вовсю готовится к 60-летнему юбилею С 1 по 7 ноября в областной столице пройдет цикл праздничных мероприятий Так к юбилею студенты и педагоги училища подготовили музыкально-литературную композицию «Безумный сердце разговор» Также состоятся показы учебных спектаклей, мастер-классы для любительских коллективов, творческие встречи О других интересных событиях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки» Всем привет! 2022 год как бурная река заставляет многих волноваться Но в нашей жизни есть место удивительным, добрым и ярким событиям О них сейчас и поговорим Этого праздника ждут все, несмотря ни на что Новый год уже очень близко Доказательства тому в начале ноября в Иркутске в сквере Кирова начнут устанавливать главную городскую елку Это будет искусственное дерево высотой 25 метров К первому декабря конструкция должна быть готова полностью с украшениями и иллюминацией И тогда мы узнаем, какой именно будет елка в этот раз Экзотических пернатых можно увидеть в Прибайкале Их разводит семья из Черемхова Делать эта семья начала после заключения соцконтракта На полученные средства супруги приобрели инкубатор двух павлинов и алмазного фазана И началось Сейчас ферма сильно разрослась Там живут белые и черные лебеди Белые и синие индийские павлины Алмазные золотые и охотничьи фазаны Австралийские страусы эму И даже один ожереловый попугай 2022 год запомнится сотрудникам Уральского юридического университета Туда на один факультет поступили тройняшки Сами сестры Лера, Соня и Настя из Нижнего Тагила Они уже успели стать звездами своего вуза Их почти никто не различает Особенно сложно преподавателям Но они нашли выход Запоминают, кто на какое место из сестер сел сегодня А на юристов девушки пошли учиться не случайно В их семье в этой сфере работают мама, папа и дедушка Настоящая династия Теперь еще и с тройным продолжением Ну а во Франции жителей одной провинции удивляют горные козлы Они покоряют не только горы, но и крыши домов Вот такую картину ежедневно наблюдает один мужчина Он не только любуется альпами из окна своего дома Но и грациозными животными, которые легко забираются на соседние постройки Видимо, козлам мало природных просторов Ну или стало скучно их покорять Пусть и в вашей жизни будет много удивительного А удивление будет всегда приятным Пока И еще одна добрая новость в финале выпуска Оказывается, 27 октября Международный день плюшевого мишки По-моему, отличный повод для милого семейного праздника Ведь почти у каждого из нас была такая игрушка Поэтому не случайно этой теме сегодня посвятили и прямой эфир Наши коллеги с радиошансон Вещание которого в Иркутске осуществляет Медиахолдинг НТС Поговорили об истории этого праздника О возникновении образа всеми любимого мишки Тедди И даже устроили зажигательный танец с этим героем В его роли выступила Ирина Мартынова Она аниматор И специально выбрала для себя именно образ мишки Тедди Сейчас в этом тяжелом костюме она свободно может танцевать А в самом начале даже с трудом могла ходить При этом больше 30 минут выдержать в этом наряде очень сложно Жарко Еще целый ряд увлекательных фактов вы сможете узнать Когда послушаете аудио-версию радиоэфира Запись уже доступна на нашем телеграм-канале Найти нас просто Нужно вбить в поисковой строке соцсети НТС нижнее подчеркивание ИРК Русскими или английскими буквами Присоединяйтесь, чтобы не пропустить интересное И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости И не забывайте про наш сайт www.ntsdefis.ru Впереди вас ждет еще реклама Я же на этом прощаюсь Но помните, мы всегда вместе с вами Редактор субтитров А.Семкин